Четвертый сезон сериала «Портной». Возможно ли продолжение успешного проекта Netflix? Турецкие зрители слишком капризны, что им не хватает в сериале совершенно другой. Может ли Акуна Каназю сыграть в историческом сериале? Неужели сериал «Меня зовут варах» провалился? Добрый день, друзья! Сегодня в эфире 267-й выпуск передачи новостей Турдизи одной строкой. Как всегда, я отвечаю на ваши вопросы в этом видео и жду новых вопросов от вас. Итак, мы начинаем. Вопрос. Что нового у Ямур Танрисевсин? На прошлой неделе Ямур начала съемки нового фильма с известным комиком Дау Демеркулем. И она ведет переговоры на участие в новом сериале, уже близка к заключению контракта. Но пока соглашение не подписано, естественно, детали не объявляются. Кстати, она перешла в агентство Абдуллаха Булута, и, видимо, он и нашел для нее новые проекты. Вопрос. Ваше мнение о сериале «Портной» посмотрела третий сезон. Концовка такова, что можно продолжать сериал. Может быть, вы знаете, будет ли четвертый сезон? Для тех, кто еще не знает, я большая поклонница Чатая Улусоя, причем так уж получилось, что я начала наблюдать за его карьерой, когда он участвовал еще в конкурсе моделей. Поэтому объективную информацию по «Портному» я просто не в состоянии дать. У нас все-таки передача новостная, и если я сейчас перед вами разольюсь елеем насчет того, как мне понравился сериал, ну, это будет немножечко субъективно, поскольку я не могу отделить себя, свое мнение как поклонницы от своего мнения как уже блогера, журналиста и так далее. Поэтому лучше на этот вопрос я отвечать не буду, скажу, что мне, естественно, сериал понравился. Что касается второго вопроса, нет, четвертого сезона не будет, это однозначно. Особенность Чатая в том, что он подписывает на определенное количество серий контракт и предпочитает уходить, даже если сериал оказался успешным. А «Портной» оказался успешным, он занял первое место среди всех неанглоязычных проектов на Netflix в мире на прошлой неделе. То есть, действительно, да, успех есть. В Турции все три сезона в топе находятся, у Netflix все прекрасно. Ну и как в случае снутри, Чатай ушел, когда были очень высокие рейтинги, осталось приятное послевкусие. Здесь он поступил точно так же, после «Портного» он уже снялся в другом сериале Netflix, научно-фантастическом, «Кюбра». Сейчас он будет сниматься в сериале на телевидении, беспощадный. Предполагаю, что там тоже будет определенное количество серий, не рассчитывайте, что будет два-три сезона. Это не его стиль работы. Дальше у него намечены два новых фильма, причем один из них «Кожа Юсуф», где предполагается, что он будет весить более ста килограммов. Это исторический проект и в комедии заодно снимется. Поэтому продолжения не будет. Да, открытый конец, но открытый конец очень любят дорубежные платформы, чтобы каждый домыслил, как дальше может развиваться эта история. Вопрос. Интересно узнать, как актер получает роль. Его менеджер сам звонит и предлагает в разные кинокомпании или ждет, пока проект заинтересуется. Вообще, какова роль менеджера и насколько карьера артиста зависит от него? Был такой сериал турецкий, который назывался «Звоните моему агенту». Он является, кстати, ремейком очень популярного французского проекта. И, в общем-то, там как раз показана работа менеджера, как они достают для своих клиентов роли или, наоборот, роли достают клиентам. Здесь очень многое зависит от того, суперзвезда у менеджера на попечении или обычный актер. Если суперзвезда, то к ней выстраивается очередь из продюсера. Они обивают пороги, звонят менеджеру, убеждают его показать своему клиенту новый проект и, естественно, убедить поработать с ними. Если же обычный актер, то происходит ровно наоборот. Уже менеджер звонит продюсеру, говорит, что вот у меня есть подходящий актер, который мог бы сыграть эту роль. То есть все, естественно, зависит от масштаба личности актера прежде всего. Бывает так, что для того, чтобы убедить какую-то суперзвезду сыграть в сериале, продюсеры идут на уступки менеджеру, и он вместе с этой звездой пакетом засовывает в сериал и других своих клиентов. Вот последний случай буквально Сумея Айдаан, как только она стала клиенткой Ингина Айната, сразу оказалась в сериале, главную роль в котором играет Чата и Лусой, главный клиент, кого бы вы думали, конечно, Ингина Айната. И это не первый случай, когда Ингина Айнат пристегивает своих актрис в сериалы с Чатаем. Это бывает достаточно регулярно. Но продюсеры не могут отказать Айнату, поскольку Чатай слишком большая звезда, они хотят получить его, ну а в нагрузку получают и остальных актеров, которые в этом же агентстве. Бывают серьезные агентства, которые не только занимаются карьерами актеров, но и сами продюсируют мюзикли, фильмы, даже сериалы. Например, агентство Айше Барым, которое продюсировало мюзикл, серийная Сэр Каян. Естественно, она является клиенткой этого агентства, как и другие актеры, которые были заняты в этом же мюзикле. Ну и разумеется, когда начинается какой-то большой проект, агентство договаривается с продюсерской компанией и опять же оптом поставляет своих актеров. Продюсерские компании помельче, с меньшим бюджетом, работают с агентствами, которые имеют не очень больших звезд. В общем, там тоже все ранжировано, как и в любом другом бизнесе. Вопрос. В Турции может быть снят сериал о султане Сулеймане в другой интерпретации. На самом деле, сериал «Великолепный век» — это далеко не первый сериал о султане Сулеймане. Я помню, что задолго до «Великолепного века» я сама смотрела сериал, который назывался «Хюрем-султан». Кстати, его делал Фатиха Цоид, один из первых его был сериалов. Так что опыт такой есть, и я думаю, что и дальше будут снимать сериалы о султане Сулеймане. Тем более, что господин Эрдаан остался очень недоволен той интерпретацией, которую предложил продюсер Тимур Савджи. И наверняка он бы хотел видеть более традиционную, исламскую интерпретацию. Возможно, такое случится. Пока, конечно, в планах такого еще нет, но я думаю, что будет рано или поздно обязательно. Вопрос. Есть ли потенциал у актеров из сериала «Мои братья и сестры» стать большими звездами? Почему нет? По крайней мере, уже два актера из этого сериала претендуют на определенное место в Турдизе. Халид Азгюр Сарын ушел из сериала первым, из основного состава я имею в виду. Снялся уже в нескольких достаточно значимых сериалах, фильмах, на Netflix поработал. И сейчас снимается в сериале «Дикий», который является лидером вторника. Это небольшой суперхит, но это уже очень успешный сериал. Посмотрим, как он будет развиваться дальше. Но он о себе уже заявил и достаточно громко. Сейчас вот Анор Сиэд Яран подписал контракт на сериалы «Одержимость», затем ушел из него. Но это, в общем-то, обычные проблемы. Рабочий процесс. Ничего страшного, найдет в себе другую работу. Главное, что он востребован у больших продюсеров. А значит, шансы на то, что он окажется в проекте, который выстрелит, вполне есть. Но, разумеется, все будет решать актерская удача. Кому-то повезет попасть в успешный сериал, кому-то не повезет. И тут уж от актера, в общем-то, ничего не зависит. Будь ты хоть сто раз талантливый, но если твои сериалы не получаются, то большой звездой ты уже не станешь. Ну, а остальные ребята, которые еще остаются в этом проекте, они доработают до конца сезона, то есть до мая-июня. И будут искать себе новые проекты, новые сериалы. И там уж как получится. Вопрос. О, супер! Если в пятницу поставили сериал «Беспощадный». Я думаю, Чаотай справится с этим зимородком и шербетом. Они уже достали. Я обычно не отвечаю на такие эмоциональные комментарии, но поскольку я все-таки поклонница Чаотая, то спешу заверить, что «Беспощадный» не собирается никого убирать, свергать и так далее. «Беспощадный» — это криминальная драма. И зимородок, и шербет — это больше мелодрамы с женским уходом. То есть это совершенно разная аудитория. Да, есть небольшие соприкосновения. Бывают женщины, которым нравятся криминальные истории. Бывают мужчины, которые их фанатеют от мелодрам. Но основная аудитория все-таки совершенно разная. И мужчины в пятницу стонут. Им буквально нечего смотреть, кроме замшелых опасных улиц, которые на экране уже 17 лет. Поэтому «Беспощадный» с зимородком и шербетом, которые вас по каким-то причинам достали, но, видимо, основную аудиторию не достали, и они продолжают с удовольствием смотреть эти сериалы, он их громить не будет. Это не его задача вообще. «Беспощадный» должен заполнить ту дыру, которая образовалась в пятницу, именно потому, что нет сериалов для мужчин. Вот именно в эту нишу он и встанет. И все будут довольны. И поклонники «Зимородка», и поклонники «Шербета», и поклонники мужских сериалов. Вопрос. Вы говорили, что если сериал снимают по готовому произведению, то он обычно логичный, и возможность сценаристам проще работать. Так что же творится с «Зимородком» и «Три сестры»? Они же в другой степи уже. Творится то, что обычно творится с турецкими сериалами, которые получаются успешными. Литературная основа рано или поздно заканчивается, и начинается собственное творчество сценаристов. Самый плохой вариант, если и сценаристов за это время успели поменять, как в «Зимородке». Вот вам результат налицо. Раньше все-таки умели заканчивать вовремя, и Бихтер таки стрелялась в запретной любви. Я так понимаю, что если будет новая версия сериала, и она будет успешной, то никакого выстрела не будет. Сценаристы обязательно придумывают какую-то неожиданную развязку, чтобы можно было продолжить во втором, третьем, десятом сезоне, а мы будем с удивлением говорить, ну как же так, в книге все было иначе. Вопрос. Объясните, пожалуйста, что не хватает турецкому зрителю в сериале совершенно другой? Почему такие низкие рейтинги? Я уже не раз говорила о том, что актеры приводят свою аудиторию, тех людей, которые готовы смотреть сериалы с их участием, но удерживает аудиторию у экрана, не актер, даже самый гениальный не сможет это сделать, а именно сценарий. Значит, сценарий не понравился турецкому зрителю. Поймите, что турецкая аудитория смотрела турецкие сериалы всю жизнь. Сотни сериалов просмотрено, и для того, чтобы угодить вкусам турецкого зрителя, нужно предложить что-то совершенно новое, то, что они еще не видели. Либо что-то очень старое, но в красивой упаковке. В любом случае, не стоит винить актеров, они делают свою работу, делают очень хорошо. Ну а то, что сценаристы не справились с проектом, бывает. К сожалению, бывает очень часто. Чаще сериалы приваливаются, чем выстреливают. Это часть актерской профессии, с которой нужно просто смириться. Вопрос. Можно ли говорить о закате популярности турецких сериалов? Ведь сражаться с корейцами – это неравный бой. Я уже отвечала на вопрос о том, что турецкие сериалы с корейскими не сражаются. Это совершенно неверная постановка вопроса. Еще добавлю к сказанному в прошлом выпуске. Очень многие люди и в Латинской Америке, и в Соединенных Штатах, и в Европе не умеют считывать эмоции корейских актеров. Просто разные культуры не позволяют правильно считывать эмоции, а когда смотришь сериал и не понимаешь, что человек чувствует на экране, то смотреть становится скучно. Поэтому корейские сериалы занимают большую нишу, и они популярны у людей, у которых такой проблемы нет. Но все-таки есть огромное количество зрителей, которые не будут смотреть эти сериалы именно в силу того, что они вообще не понимают, что этот человек сейчас злится или радуется. Зато с турецкими сериалами такой проблемы нет. Наоборот, все эмоции достаточно преувеличены и отлично читаются. Во всяком случае, западным зрителям. Я напоминаю, что все-таки на втором месте по экспорту сериальной продукции в мире стоит не Корея, а именно Турция после США. Ну и насколько я в курсе, у корейских сериалов тоже сейчас существует определенный кризис. Я небольшой специалист по дорамам, но в каждой стране есть свои проблемы, которые, естественно, нужно решать как в Турции, как в США, так и в Корее. Так что можно считать, что кризис у всех, и все находятся, в общем-то, в равном положении. Вопрос Что происходит с сериалом «Меня зовут в парах?» Одни говорят, что провалился, другие – обратное. Когда сериал опускается в рейтингах меньше 2%, естественно, он провалился. В данном случае разногласий быть не может, и все попытки поклонников доказать обратное выглядят достаточно наивно. С другой стороны, сериал прекрасно продается за рубежом. Именно для этого и нужны суперзвезды. Даже когда сериал проваливается в Турции, но благодаря наличию в сериале суперзвезд, его можно очень хорошо продать за рубеж, поскольку зарубежные покупатели прежде всего смотрят на то, какие актеры играют главные роли, и смогут ли они привлечь аудиторию за рубежом. Бывает так, что сериал проваливается в Турции, но становится очень популярным в зарубежном прокате. Например, так случилось с сериалом того же Эргина Акверека «Грязные деньги и любовь». В Турции он имел низкие рейтинги, за рубежом очень хороший и до сих пор показывается очень успешным. Так что да, Фарах, к сожалению, провалился в Турции, но продажи зарубежные успешные, и я надеюсь, что показ тоже будет успешный за рубежом. Но пока еще об этом говорить рано. Вопрос. Восхищена игрой актера Салиха Бадемджи. Такой разноплановый актер. Вопрос. Раз играет вторые роли, значит, не суперстар. Хотя сейчас идет сериал, где он в главной роли. К сожалению, не все талантливые актеры становятся суперзвездами. Суперзвезды – это скорее исключение. Из правил все остальные актеры работают, как и в любой другой индустрии. То есть, это их обычная работа, которую они выполняют хорошо. Салих как раз из тех актеров, которые выполняют свою работу отлично, но это не значит, что он обязательно должен стать суперзвездой. Еще раз повторяю, это исключение из правил, когда действительно становятся суперзвездами, все их знают, все их узнают. Но это всего несколько человек во всей индустрии турецкого шоу-бизнеса, а остальные просто приходят на свою работу. Да, Салиху не повезло, у него были главные роли в сериалах, но, к сожалению, сериалы оказались не очень успешными. Так бывает. И это скорее правило 90% сериалов турецких либо проваливается, либо идет ни шатка, ни валка. Это не значит, что актеры там плохо играют. Это значит, просто не повезло. Такое бывает, к сожалению. И таланта Салиха это, естественно, никак не умаляет. Я надеюсь, что рано или поздно ему повезет и появится действительно суперхит, который полностью расстроит его талант перед турецким зрителем. Но пока этого не случилось. Вопрос. Что с рейтингами сериала «Семья»? Почему они так упали по сравнению с первым сезоном? Потому что зрители пришли смотреть в первом сезоне на Кыванчата Татуа и Серенай Сыракая. Но остаться смотреть сериал дальше и должны были убедить сценаристы. А у сценаристов это не получилось. Еще раз повторяю, приводят актеры, но удерживают именно сценаристы, режиссеры и вся остальная съемочная группа. Сценарий не понравился и зрители постепенно начали уходить. Хотя в АБ в принципе рейтинг не такой уж плохой. Они удерживают первое место во вторник по АБ. Так что я не думаю, что положение настолько трагичное, как вы можете подумать. Ну да, 3% в рейтингах Total, конечно, выглядят не очень радостно, но это не повод, чтобы закрывать сериал завтра. Я думаю, что он будет иметь свои 30 серий, как и обещано с самого начала. К тому же есть очень хорошие продажи за рубеж, так что беспокоиться о том, что его закроют раньше времени не стоит. Вопрос. Скажите, пожалуйста, у сериала Клюквенный шербет поменяли сценаристов во втором сезоне? Ведь рейтинги растут. Нет, сценаристы остались те же самые. Сценарную команду возглавляет Мелис Дживелек, одна из самых опытных сценаристов Турции. А рейтинги растут, потому что она не смотрит на реакцию в соцсетях, а пишет свою собственную историю. И поскольку история развивается логично, то зрители заинтересовываются тем, что происходит на экране, и они не знают, что будет дальше. Если ориентироваться на социальные сети, как делают другие сценаристы, то рано или поздно зритель понимает, что да, ну мы это уже предполагали, мы это уже понимаем, что будет, и интерес спадает. В то время как сценарист, который выдерживает абсолютно четко свою собственную линию, о которой не догадываются еще зрители, он всегда будет в более выгодном положении. Хотя, возможно, первоначально рейтинги и не будут соответствовать тому, что хочется, поскольку зрителей еще, конечно, надо заинтересовать. У Мелис Дживелек совершенно четкая позиция, она пишет свою историю, в результате рейтинги растут. Вопрос Очень хочется, чтобы Акын Акын-Азю сыграл в историческом сериале. Есть ли такая возможность? Как раз в этом сезоне Акыну предлагали сыграть главную роль в сериале Салахадин Айюби, который стартовал, кстати, на прошлой неделе и главную роль в нем играет Уур Гюнеш, но, к сожалению, Акын отказался. Не знаю, по каким причинам, кстати, сериал оказался достаточно успешным в рейтингах и если динамика будет положительной, то мы ожидаем очередной хит от государственного телеканала. Но Акын в этом историческом проекте играть не захотел и выбрал себе семейный проект. Возможно, в следующий раз он согласится и на исторический сериал, но пока, к сожалению, этого не произошло. Вопрос Прокомментируйте, пожалуйста, сериал «Правосудие. Приговор». Все вздыхают, хвалят Кыванча Табутуа, Чатая Уусоя и многих других помельче, но блестящая игра Пынар Денис и ее партнера не получают должного внимания. С вашим утверждением о том, что не получают актеры должного внимания, я категорически не согласна. Возможно, в русских социальных сетях нет такого внимания к сериалу, хотя я вижу большой интерес, но в Турции он пользуется большой популярностью и актеры, играющие главные роли, и заслуженной популярностью пользуются и получают награды. Прошлый год был буквально целый поток различных номинаций, различных наград, которые получили и Пынар, и Каан, так что они явно вниманием не обделены. Я за сериалом слежу, в принципе, знаю, что там происходит, но не смотрю, просто не хватает времени. Но, насколько я вижу, история продуманная, сценарий очень хороший, и не случайно сериал получил номинацию на престижную награду Emmy International. А Пынар Денис и Каан Пурганжолу вошли в список самых популярных актеров Турции. Так что ваше впечатление о том, что никто не говорит, никто не обсуждает, не пользуется неизвестностью, оно обманчиво. В Турции все это есть. Вопрос. Я заметила, что врачей, адвокатов, судей, представителей государства почти всегда играют одни и те же лица. Так ли это? В общем-то так. Дело в том, что в турецком шоу-бизнесе занято не так много людей, всего две с половиной тысячи актеров. Да, конечно, есть звезды, которых все знают, но есть масса актеров, которые состоят в маленьких агентствах и имеют определенное амплуа. Если режиссерам, продюсерам нужно набрать какой-то типаж, они связываются с тем агентством, с которым сотрудничают постоянно, и оно присылает судью по разнарядке. Но, кстати, амплуа грешат и большие актеры. Некоторые его не меняют на протяжении всей карьеры. Так что ничего удивительного нет в том, что актеры поменьше тоже, в общем-то, не особо горят желанием поменять что-то, поскольку в этом случае их просто могут не взять на работу. А так у него есть всегда надежный тыл, его всегда позовут на работу, поскольку в любом сериале обязательно есть тюрьма, больница и далее по списку. Вопрос. У вас есть какая-либо информация о выходе фильма «Поверь мне» с Айчой Айшин Туран и Экином Кочем? Фильм вышел на цифровой платформе Netflix в конце июня. Я, кстати, его посмотрела. Очень милая романтическая комедия. Прекрасно сыграли и Айча, и Экин. Фильм был в топах в 60 странах мира на Netflix и получил в общей сложности 22 миллиона 400 тысяч зрителей. То есть, можно сказать, что это успешный проект и я надеюсь, что даже будет продолжение, поскольку, как правило, если фильм или сериал оказываются успешными, то Netflix делает вторую часть. Первая получилась отличной, так что ищите в интернете, я надеюсь, найдете. Вопрос. Посмотрела сериал сеть. Мне конец сериала показался неоднозначным. Если это так, то возможно ли продолжение этого сериала? Если вы имеете в виду сеть сериал цифровой платформе Таби, то платформа только начала свою работу, пока они выпускают сериалы один за другим и смотрят, насколько они зайдут зрителям. Если будет хорошее количество просмотра, то вторая часть обязательно будет. Но пока определенной информации от платформы нет, поскольку они только начали работать. Вопрос. Чем занимается Дрюгус Арышин? О ней нет ничего? Но почему же нет? Она достаточно активно работает. Снялась в фильме «Сезон любви», главной роли, в котором сыграли Дилан Чичек Денис и Джем Йит Юзю Молу. Фильм выйдет на экраны в феврале и сейчас присоединилась к касту сериала компании Голдфильм «Красные бутоны». Съемки уже начались. Сериал выйдет на телеканале Fox TV, вероятно, в декабре, и главные роли играют Азгю не поздравить. Не поздравили с юбилеем многие актеры тем более, тем более, тем более, тем более, что Туванч использует свои социальные сети исключительно для работы, он там не сидит и особенно с друзьями не переписывается в интернете, поэтому вполне логично, что они его поздравляют лично по телефону, так, чтобы мы с вами об этом и не узнали. Так что ваш вопрос выглядит достаточно странно, честно говоря. Вопрос. Как сейчас обстоят дела у Мехмеда Елмаза Ака? Есть ли у него сейчас проекты? Да, я напоминаю, что Мехмед Елмаз Ак ушел из сериала «Приговор». Очень неожиданно сказал, что не может больше работать, но, видимо, выдохся. Бывает. Но все-таки он вернулся на экраны в новом сериале компании МФЯПЫМ перед весной, который является ремейком популярной дорамы «Доктор Чар». Главную роль в проекте сыграет Демет Эвгар и Мехмед сыграет мужа главной героини. Вопрос. Скажите, пожалуйста, что происходит с сериалом «Одержимость»? Почему ушли Анор, Нильсу и предыдущий режиссер проекта? Я напоминаю, что до этого из проекта ушел Барыш Ардуч. Никаких утечек со съемочной площадки нет, что там происходит не совсем понятно, но если Барыш Ардуч это большая звезда и он может себе позволить отказать такому продюсеру, как Анор Гевинатам, и проблем никаких не будет, то молодые звезды типа Анора и Нильсу такого себе позволить не могут. То есть там достаточно серьезная причина должна быть, почему они ушли. Вообще могут быть две причины. Первая, тематика сериала и сценарий настолько необычная, что многие начинают сомневаться, выстрелит он или нет. Такая ситуация уже была один раз с проектом Анора Гевинатама. Это сериал «Квартира невинных», от которого отказались все турецкие актеры, но в конце концов с трудом каст наврали и сериал оказался суперхитом. Но ведь он может и не выстрелить. Тут, как говорится, бабушка надвое сказала. Второй вариант, съемки очень сильно задерживаются, может быть, даже переносятся на следующий год. Вспомните, например, у того же Анора Гевинатама никак не выйдет сериал «Если король проиграет». И тогда в этом случае молодые актеры вполне естественно не могут ждать вечно, им нужно работать и они уходят в другой проект. В общем-то, эти возможности, я думаю, наиболее логичны, но о что там на самом деле я, естественно, сказать не могу. Вопрос. Просмотрела очень много турецких сериалов. Сначала очень нравилось, но в последнее время уже приелось. Во всех сериалах одно и то же. Ложь, обман, месть, интриги, жестокость родителей, братьев, выпил, переспали, не помнят. И все это отличается ли от реальной жизни турков, особенно маньячная любовь? Есть такое понятие, как художественное преувеличение, гипербола. Обычно в жизни, конечно, таких жестоких страстей нет, но все-таки сериалы на чем-то основаны. Есть под ними реальность, которая позволяет зрителям отождествлять то, что происходит на экране с реальной жизнью и сопереживать героям. В общем-то, это не сильно отличается от того, что показывают в России. Вспомните все криминальные сериалы, которые по российскому телевидению идут. Я не думаю, что в жизни настолько все плохо, но на экране выглядит достаточно интересно. Просто преувеличивают, показывают, выпрячивают, делают так, чтобы на это было интересно смотреть, но чтобы это не сильно отрывалось от того, что может произойти в реальной жизни. Что касается вашего пресыщения турецкими сериалами, поздравляю, вы стали турецким зрителем. И когда задают вопрос, чего не хватает туркам, чтобы рейтинги были хорошие у того или иного сериала, я думаю, вы уже можете ответить на этот вопрос, как большой специалист по турецким сериалам. Действительно, турецкий зритель пресыщен, и удивить его чем-то новеньким очень сложно, поэтому такая проблема вечно в рейтингах. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу, я благодарю вас всех за внимание и напоминаю, что вы можете мне задавать вопросы под этим видео, и я буду пытаться найти на них ответы, хотя, увы, это не всегда получается, так что не обижайтесь, если на какие-то вопросы я ответить все-таки не смогу. Я напоминаю, что эта передача выходит каждый вторник вечером. Всего вам хорошего и до новых встреч! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok